Это что? Вот это что, вот это вот? Что? Парень, уйди с кадра. Всем привет! Я тебе не ясно, что рассказала. Привезти мне только что сорванные цветы с земли. Я в жизни не думала, что я начну снимать видосы, и что это зайдет вот прям настолько далеко. Я просто в шоке. Вот я уже покушала, я забыла вам об этом сказать, потому что я лох и у меня петухи. Хей! Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина Аракелян, и я очень рада вновь приветствовать именно тебя на моем канале в 2021 году. Возможно, это второй ролик в этом году, возможно, первый, потому что я не знаю, вышло ли мое шоу на канале уже или нет, посмотрели вы его или нет. Поподробнее вообще об этом я рассказываю в своем инстаграме. Ник вы сейчас видите на своих экранах. Обязательно подписывайтесь, потому что совсем скоро там должно стукнуть 2 миллиона 100 тысяч подписчиков. Сегодня я подготовила для вас такой небольшой подарочек на Новый год и восстановила свои удаленные видео на Ютубе. Там, по-моему, появилась какая-то новая функция после Нового года, где человек может посмотреть ролики, которые не мог посмотреть раньше, либо же удалял их, либо же скрывал и не смотрел более трех, максимум двух раз там, да, допустим. В общем-то, я сама еще не пересматривала эти видео, поэтому роликов о том, где я смотрю старые видео будет очень много, их и так достаточно уже на моем канале. Но я хочу, чтобы вы поржали в этот Новый год со мной. Поэтому я хочу сделать этот ролик одним из первых в 2021. Вы поржете сегодня от души, потому что у меня есть те ролики, которые не смотрела даже я сама, я не говорю о вас. Когда я только начинала снимать видео из-за того, что я не была подключена то ли к какой-то партнерской сети, то ли еще к чему-то, я не могла и не имела права выпускать видео по правилам YouTube дольше 15 минут. Я об этом не знала и заливала ролики, которые, соответственно, никто не видел. А я думала, что они выложены, потому что толком за просмотрами в начале своей карьеры я не наблюдала. Поэтому некоторые ролики даже я еще не смотрела. И если же вам понравится это видео, и мы наберем 57 тысяч лайков, то я выпускаю еще одну часть с роликами, которые вы не видели. А там такой кринж, я вам отвечаю, вы поржете от души. Поэтому присаживайтесь поудобнее, запасайтесь печеньками, вкусным чаем, укрывайтесь пледиком. Вы поржете сегодня надо мной капец как, а мне будет стыдно сегодня, тоже капец как. Я желаю вам приятного просмотра. Это видео о моих старых видео. Поехали! Да, ребят, я никогда не могла подумать, что, в принципе, время пролетит так быстро, и что ролики, которые мы сейчас с вами будем смотреть, я снимала около 6-7-8 лет назад. Я была такой малышкой, хотя, показав пару роликов вначале с моими приветствиями, с моей речью маме, она такая, блин, Гарина, я тогда думала, ты взрослая, капец, ты изменилась. И да, я согласна полностью с этими утверждениями. Я хотела вообще снять этот ролик с Полинкой, но я думаю, что следующий видос, если мы наберем 57 тысяч лайков, я сниму именно с Полины. Итак, я не хочу открывать это видео и делать общедоступными. Каждый ролик мы до конца сегодня с вами досматривать не буду, но я сделаю для вас приятный бонус а-ля подарок. Вы можете распространять эти видео, так как я сделала доступ по ссылке и указала каждый ролик, который мы с вами сегодня посмотрим, ниже в описании. То есть, посмотреть мои старые видео до самого конца вы можете, только если смотрели этот ролик, перейдя по ссылке в описании, и распространяйте их как хотите. Но их не видел почти никто. Я в том числе. Даже не помню, что я там говорила. Мне уже не терпится начать. Я в заметке скопировала ссылки видосов, которые я хочу посмотреть. И давайте начнем с видео, которое я, естественно, до конца досматривать не буду. Я просто хочу, чтобы вы поржали над тем, как я умею противоречить самой себе в том возрасте. И какой я была странной девицей. Помните, я вам рассказывала, в общем, про девочку, которая удалила все мои видосы на моем YouTube-канале, завидуя мне, и обращая внимание на то, что я уже обгоняю ее по аудитории и гонюсь вперед. А у нее пропадала мотивация, родители запрещали снимать, и она, короче, удалила все видосы. И у меня постоянно с этой девочкой, когда я еще жила на даче в Челябинске, были какие-то терки. С ней никто не хотел дружить. Она постоянно врала, обманывала. Ставила мне дизлайки на роликах. Это я заметила, когда зашла с ее планшета у нее в гостях на свой канал, и она на каждый ролик мне ставит дизлайки, говоря, что это делала не я. В общем, детская лицемерие. Поэтому давайте посмотрим видос, который YouTube так и не выложил, так как этот ролик длился дольше 15 минут. И его не видел никто. Даже я не помню, что я там говорила. Это очень интересно. Погнали. Ролик у нас называется «Про одну девочку под названием Ксюша». Фамилию я читать не буду, и, возможно, поменяю название, просто потому что не хочу, чтобы вы знали ее фамилию. Мало ли там, может быть, она где-то снимает, хрен ее пойми. Но сейчас вы поржете. Это видео было снято 6 лет назад, соответственно, мне там было лет 11-10. Но я была такая тупенькая. Хорошо, что Полина сейчас не такая в этом возрасте, потому что у нее есть старшая сестра. А я, блин, была нормальная такая туповатая девица, поэтому поехали. Привет, люди. Я Карина Аркелян. И мне в первый раз оскорбила какая-то маленькая девочка, с которой я была знакома и считала ее как за подругу. Это, в общем, я не умею воспринимать критику, не умею обращать внимание на нормальных людей. Меня вечно присягило вот к таким чудесным персонам. Ну, конечно, не как за подругу. Я ее считала как, ну, как, не знаю, как враг, что ли. Чего? Сейчас я вам расскажу про девочку, которую я считала как за подругу. Нет, стоп, как за врага. Как это работает? Объясните, пожалуйста, этой маленькой Карине Аркелян, что тут как бы по-другому все устроено. Нет, друг, ну вот как? Объясните. И в этом видео вы хорошенечко поржете над этой девочкой. Я хочу вам рассказать о ней. Крутой фильтр включила такой красный, типа. Опа-на, поехали. Горит пукан. Сейчас я всех обосру. Включаем красный фильтр. Отлично. С самого начала я не буду ее оскорблять. Я просто о ней говорю, чтобы она больше у меня ничего не писала, ничего не оскорбляла, ничего такого не делала. Чтобы она мне не писала, ничего не оскорбляла. Это так. Чтобы вы понимали, какая я и родилась, Карина Аркелян, такая я и по сей день. Говорю, что оскорблять не буду, но в итоге видео длиною в 17 минут, это где я ее тупо поливаю говном. Естественно, ссылку этого видоса я, наверное, даже перекреплять не буду. Посмотрим, как пойдет. Потому что тут очень много информации, видосов с ее лицом. Скорее, от этого видоса вы не увидите, поэтому смотрите внимательно именно в этом ролике. Но ее лицо будет заблюрено. Короче, ей 9 лет. О, вот это да, 9 лет. Все такие умные дети, прям вау. 9 лет, знаете, 9. А, ну раз 9 лет, то да, взрослая уже девица. Ее зовут Ксюша, и она жабида. Это слово еще существовало на тот момент. Жабида, жабида. Погодите, жабида. Это жабида. Девочка, которая выкладывает видео в ютубе. Вау. Мы как бы вместе начали снимать, это очевидно. Дальше. Представьте, 9 лет, и выкладывать видео в ютуб. Да, причем такие видео, которые никого не устраивают, и у нее 69 просмотров вообще всего из 10 видео. Я думала, я скажу 69 тысяч, но нет, просто 69. Ну, как бы ребенок, да, начал снимать в этом возрасте, и я сама такая, типа, правильная сижу. В 11 лет снимаю видосы на 2 года ее старше. В чем прикол, окей. Нет, даже меньше. Нет, у нее где-то видео, где-то просмотров 20. Я вам сейчас покажу этот канал на телефоне ее, и вы обязательно посмотрите и хорошенько над ней поражите. Не буду ее оскорблять. Угу, отлично. Потому что я ничего не желаю плохого, но я просто вам расскажу. Представьте, на даче, друзья, компания 10, 11, 12, 13, 14, 15 лет. Начинать с 10 лет. Компания друзей, знаете, вот веселится, смеется, проводит лето просто на оценку 5 в Челябинске. В лесном острове. Вот мы прям так его проводили, и тут смешалась девочка под названием Ксюша. Вот именно под названием. Не с именем Ксюша, а прям под названием. Вот прям, заметьте, под названием Ксюша. Она начала ко всем лезть, и она начинает ко всем подлизываться. А одна девочка, Аня, она моя подружка, я говорю, Ань, может быть, как-нибудь ее как-нибудь отошлем, что ли, чтобы она с нами не была. Капец, я сучка была, ребят. Вот прям конкретная сучка. По-другому никак и не назвать. Стерва, к тому же. Давайте ее отошьем. Ну, а что бы нет. Она говорит, блин, я не могу, она маме пожалуется. Я говорю, ну ты с ней хочешь дружить? Она говорит, нет, конечно, я не хочу с ней дружить. Я говорю, ну так почему, так ты хотя бы скажи, что Ксюше, вот этой девочке, что с ней, что нам с тобой неприятно дружить. Короче, понятно. Тут я полчаса затирала про то, что с ней никто не хочет дружить, про то, как она поступила, удалила мои видео, что я там терпеть таких людей не могу. Давайте чуть-чуть перемотаем, а то тут очень много боты ненужной. У меня нету наборчика, как у девятилетней девочки. Ну что мне делать, скажите? Купите набор, Карин. Может, я сейчас в Москву побегу? Прибежала. Уже 4 года в Москве я живу. Блин, так прикольно пересматривать. Или куда? Где она там покупала? Может, на китайском рынке? А, нет. Видите ли, не на китайском рынке. Они хотя бы где-то, но в нормальных магазинах. Потому что я видела нормальную фирму у души. Но если девочки меня смотрят, мне кажется, они меня совсем поняли. И поняли, как так можно делать. Ну, короче, я там смотрела видос, как она красится. И говорилось, что это очень убого и не круто. Хотя сама по сей день крашу с ней айс. Перематываем. Тут я покупала, прикиньте, журнал с блогерами, которых я смотрела. Эль Гёрл. Охренеть! Посмотрите видео и попытайся накладывать их, как они. Они как ты. С ней просто никому не приятно дружить. Вот просто, вот вообще. Вот сейчас очень важные слова, ребят. Чтобы вы понимали, с чего начиналась моя карьера на Ютьюбе. Так как этот ролик один из первых. Я не пытаюсь накладывать видео, как Саша Спилберг. Я не пытаюсь накладывать видео, как Мария Ваи, Руслану Сычулов, Соня и Смонрома Желудь, Паша Мику, Скейт Клэп. Плюс 100-500. Я пытаюсь накладывать видео со своей изюминкой. Чтобы у меня было видео не как у других. Потому что это как-то не очень будет смотреться. Если кто-то смотрит, например, Сашу Спилберг, а такая же повторюха копирует ее. Да, я с самого детства не любила копировать видосы. И хотела, чтобы они были с какой-то такой реальной изюминкой. Со своим приветствием. Какие-то свои мысли. Какие-то свои тренды создавала. И это реально очень правильно. Потому что я хотела быть особенной. И у меня получилось это сделать. Окей, давайте посмотрим уже итоги этого ролика. Карина Ракелян, господи, у меня 16 подписчиков. Ой, пофиг. Пофиг, что у меня 16 подписчиков. Я буду стараться. Я буду стараться, чтобы меня хотя бы кто-то выкладывал. Знаете, у меня даже это совсем не обидно. Совсем. Вот потому что я ей хотя бы одно слово скажу. Я могу поспорить доказать. Что ты думаешь? Я здесь поспорить чисто. Прикиньте, на тот момент у меня было 16 подписчиков. 16 подписчиков. Охренеть. Папочка сейчас сразу же в этот момент пишет жаловаться своей маме. Либо бабушке, которая на первом этаже. Либо показывает своей дедушке. Своему дедушке. Сравните, пожалуйста, чьи видео не из самых лучших. Мои или ее. Пожалуйста, сравните. И отдельно Ксюша. Ксюша, я тебя считаю как за подругу. Ты не волнуйся, но я... Что? Обосрать человека и говорить, я тебя считаю как за подругу. Ладно, ребят, окей. Там я что-то разговариваю с ней, показываю свою косметику, показываю, как я крашусь. Короче, просто ересь какая-то. Это мой практически самый первый видос на канале. Вот честно, не судите строго. Я сама сейчас в шоке. Мне жарко стало. Я не буду его комментировать. Давайте вы просто его прокомментируйте ниже под этим роликом. Потому что, ну да, это смешно. Но там такие важные слова, такие моменты. А-ля, пофиг, что у меня 16 подписчиков. Я все равно буду стараться. Я буду стремиться. И все у меня получится. Все будет круто. Как же круто пересматривать старые ролики, которые я смотрела в последний раз. Ну, максимум лет 5 назад. Следующий видос, точнее, часть от него, который мы с вами посмотрим, называется «Вызов принят». Яблоко наоборот, рисунок за 30 секунд. Такие у меня были названия странные. Полин, уйди с кадра. Всем привет. Это, короче, я реально Полину попросила стать сзади. Типа она мне мешает. Вот это я прям помню. Чтобы я в ролике сказала, Полин, уйди с кадра. Во время съемок специально заранее включила вот этот серый а-ля старый фильм «Эффект». Дорогие друзья, с вами сегодня Карина. И сегодня я снимаю «Вызов принят» там, где я буду исполнять вызовы своих любимых подписчиков. Да, это мои подружки, потому что комментариев у меня вообще не было. И я попросила их написать какие-то задания, украденные из интернета. Круто. Да, вот такая вот я была. Первый вызов я должна позвонить своей подруге и сказать, что я сломала iPad. Как ты, ну, их мы сломали? Что мне делать? Так, ладно, я не хочу смотреть этот ролик. Следующий видос называется «Несколько типов девушек». Вот тут вообще капец. Моя актерская игра, такая же, какая она и по сей день, осталась и сохранилась на YouTube-канале в моем старом видео. Посмотрим, какие типы девушки я показала около пяти лет назад. Всем привет, мои дорогие друзья. И в сегодняшнем видео я хочу вам показать несколько типов девушек. Поехали. Первый тип девушки — это гламурная звезда. Так, гламурная звезда, я уверена, а я уже припоминаю, какой там будет тип. Это чисто я, когда у меня плохое настроение. Вот смотрите. Я тебе неясно, что ли сказала? Привезти мне только что сорванные цветы из земли. Я еще такая пиджак надела, чупа-чуп с в рот засунула, а мне цветы только что сорванные из земли тащи. Капец я была обнаглевшая. Ну да, такая и есть до сих пор. Мам, мне плевать, что сейчас начало зимы. Съесть его на пыль, куда ты там хочешь, повези мне быстро их надо. Да, это чисто я. Чтобы в Инстаграме зазвездиться. Да, чтобы в Инстаграме... Блин, ребят, это такой угар, чтобы в Инстаграме зазвездиться. Ну да. Прикольно, кстати, это как одна из идей. Второй тип девушки — это видеоблогер. Такой срач в комнате, по линии на игрушки. Сейчас, секундочку, погоди. Капец, я худая тут. Всем привет, сегодня с вами Карина, сегодня мы будем спасать мою подругу Настю. Спасибо за помощь. Это такая актерская игра, ребят, я не могу. Я еще в камеру вначале смотрю, типа максимально не палюсь, окей? Третий тип девушки — это ноль эмоций. Мой канал сломали. И чё? Это я, когда у меня депрессия, чисто. Типа он разбила. И в конце, благодаря этим переходам, видно, как я нажимаю на камеру, точнее, на свой планшет, чтобы выключить запись. Вот прям приглядитесь. Капец, я даже не могла спину выпрямить. Обратите внимание на мой горб. Я чисто вот на пофиг снимала, и я так соскучилась по этой квартире в Челябинске, но жалко, что мы ее продали. Я бы сняла очень крутой видос. У меня уже есть пару идей. Может быть, получится найти людей, которые живут в этой квартире, и договориться с ними. А вот фиг знает, посмотрим. Четвертый тип девушки — это истеричка. Я не с ней двойку получила. Господи, боже, господи. Да, господи, боже, господи. Это когда я снимаю видосы на фоне расправленной кровати, на фоне срачельника и на полу стула валяются носки. Прекрасно. Не истерия, это всего лишь двойка. Ты же не получишь никак. Это двойка. Да, и на фоне Света еще снимать видосы. Я, конечно, мастер. Так, это же просто ужас. Это двойки может суть в сердце. Капец, понятно. Следующий тип. Пятый тип девушки — это пацанка. О, это я тоже. Ты вообще ж нуля охренела. Да не надо мне никакую косметику. Ребята, я это просто ненавижу. Да, это чисто я. Фу, ты что за столько лет меня не выручил? Еще когда на камеру играю, такая, смотрю, записывает, не записывает, так беспалевно. Господи, мне купили кофту Adidas и джинсы Nike. Вообще, а существуют джинсы Nike или нет? Стойте в девушке, это неадекватно. Тоже я. Да, это я. Стойте в девушке. Ребята, у меня истерика. Это что, что это сейчас? Что это за движение? Я даже не помню такого, прикиньте. Еще посмотрите на название ролика. Несколько типов девушек. Две полоски и четыре скобочки. Вот прям очень важные детали в названии ролика, без которых, ну, он бы не набрал вообще много просмотров. Хотя тут и так, ну-ка, сколько тут просмотров? 24 тысячи. Потом я скрыла нахер этот видос. Это крутая, чисто такая крутая. Еще не ожидала даже. Далее банты. Понятно. Все вот эти вот типы девушек, ребят, относятся ко мне. Чисто зависят от моего настроения. Я могу быть и пацанкой, и истеричкой, и бешеной, и неадекватной. В общем, я уверена, у вас точно так же. Там еще есть несколько типов, но они уже неинтересные. Поэтому, если захотите, в описании перейдите по ссылке, досмотрите этот ролик до конца. Дальше видос с моими покупками. Причем видос называется «Мои покупки самозаряжалка». Типа я не знала вообще о существовании слова «пауэрбанк», поэтому я купила себе самозаряжалку, а не «пауэрбанк». Поняли, да? И опять какое-то дебильное начало. Это что? Это что вот это вот? Это что вообще? Ладно, смотрим дальше. Всем привет, мои дорогие друзья! А нахер нужно было снять... А, у меня еще был видос, где я показывала свои поделки, такая... Если вам не нравится мой хвост, моя прическа, проваливайте с моего канала. Всем привет, ребята! Меня зовут Карина Аркелян. Не могу! И вот тут я должна была обязательно побесить своих хейтеров и показать, какая у меня дебильная прическа может дуть в ролике. И зачем я вот это вообще снимала, я не поняла. Ну, как бы в начале. Ну, просто бессмысленно, чтобы поугарали мои фанаты, которых на тот момент было, ну, максимум ноль. Поэтому продолжаем смотреть. С вами сегодня Карина, и сегодня я решила снять видео о моей покупке. Что, начнем? Итак, первая моя покупка, это, короче, была вот такая крутая фигня. Короче, которая она... Ну, короче... Это, короче, была вот такая крутая фигня. Она, короче, ну, пофиг, короче, потому что... Короче, пофиг, ну, ладно, короче. Продолжаем. Сорян. Итак, моя первая покупка... Сорян. Я помню этот мем, ребят. Кто помнит такой мем, где все говорили сорян, типа, извиняюсь. Была, короче, вот такая крутая штука, которая заряжает телефон без рассветки. Она мне была просто необходима, потому что когда я куда-то либо ухожу и забываю взять зарядку. Хотя я вообще не беру. И, ой, блин, вообще поблизости не находится нигде рассветка. Короче, на камеру я вообще говорить не могла. Вообще, от слова, совсем. Вообще, моя покупка, это вот такая вот большая коробка жвачек АСРТ. Ну, короче, жвачки Лавыз. Я с кислой неправильно прочитала, сорян. Почему я его не достала и не показала вам отдельно, потому что мне лень? А, понятно. Крутой обзор. Я не хочу дальше это смотреть, потому что мне стыдно. Следующий видос я хочу вам показать. А вот на моем канале я буквально в те дни стукнула 300 подписчиков. Не 300 тысяч, а просто 300 подписчиков. И для меня это было вообще самое настоящее счастье. И в сегодняшнем видео я бы хотела поговорить с вами на такую тему, как 300 подписчиков. Я очень рада тому, что у меня набралось 300 подписчиков. Я не могу сказать, что это мало. Не могу сказать, что это много. Это среднее и большое количество именно для меня. Какая милая девочка. Вот такая Карина Аркелян мне нравится. Ребят, у меня 300 подписчиков. Но это не много и не мало. Это большое количество именно для меня. Капец, я сейчас расплачусь. Хочу поблагодарить вас за то, что вы подписываетесь на мой канал. Продолжайте, продолжайте, продолжайте. Что я вам еще могу сказать? Я еще любила ставить вот этот фильтр, где меняется голос. И это звучит странно. Но я, по крайней мере, на тот момент думала, что это действительно очень смешно. Я думала, что я буду нормально этого снимать видео. Меня будут смотреть очень мало количества людей. У меня максимум будет 50 подписчиков. И, короче, я бы хотела вам сказать, что вы самые лучшие, вы самые красивые, хорошие, милые, добрые. И весь этот ролик я просто говорю спасибо и разыгрываю рюкзачки, которые я купила для своих подписчиков. Ай, ребят, я хочу посмотреть еще один видос, где у меня уже вот буквально через неделю после 300 подписчиков стукнуло 1000 подписчиков. И это просто офигеть, как круто. Тут мои эмоции, вот я просто в шоке. Охренеть. Да, кстати, мой канал назывался Карина Смайл для тех, кто знает или не знает. Многие мои подписчики еще со мной с этих времен. И за это я вам действительно хочу сказать огромное спасибо. Вы для меня стали прям огромной семьей. И я жду не дождусь, когда уже на моем канале стукнет нет не 300 подписчиков, а уже 3 миллиона. И это такие эмоции, я вот, ну я просто в шоке. Для меня это действительно очень важно, когда меня смотрят, когда меня поддерживают. И я в жизни не думала, что я начну снимать видосы, и что это зайдет вот прям настолько далеко. Я просто в шоке. Нет, я Карина, я в шоковом состоянии, потому что у меня набралось 1000 подписчиков. Когда у меня набралось 100 подписчиков, я готова была падать в обморок, потому что это была моя первая сотня. Когда у меня набралось 500 подписчиков, я была отчасти, просто сходила с ума отчасти. Когда у меня набралось 1000 подписчиков, я готова упасть в обморок и никогда не просыпаться. Ну как-то, Карин, никогда не просыпаться. Если бы я тогда упала и никогда не просыпалась, у меня бы не было сейчас на канале 2 миллиона 700 тысяч. Поэтому, Карин, я говорю сейчас самой себе, дорогая моя, продолжай снимать, у тебя дальше больше. В общем-то, я уверена, что мы с вами, ребят, разнесем всю YouTube-платформу, это 100%. Ну, если честно, скажу вам по секрету, когда я начинала снимать видео, для меня 50 подписчиков, это было просто... Я готова была упасть в обморок от того, что у меня такое большое количество подписчиков набралось. Да я даже тут чуть ли не плачу. Я реально, ребят, помню моменты, которые вот прям как будто бы был вчера, когда я захожу на свой канал и смотрю, у меня там 50 подписчиков. И я такая папе говорю, папа, у меня 50 подписчиков. Он такой, вау, молодец, продолжай в том же духе. И вот, продолжаю. Да, реально, я выкладывала даже видосы со своей фотопленки на YouTube и не думала, что вот прям захочу снимать какие-то скетчи, развлекательный контент. И от этого уже меня поддерживала дальше аудитория и мотивировала меня, что и происходит по сей день. Я это все туда выкладываю, выкладываю только для себя. И тут набрались просмотра, лайки, хоть и неудовлетворительные комментарии, но есть и удовлетворительные комментарии. Нифига себе, я умная. Ну спасибо вам просто огромное, что набрался косарь. Ну я, конечно... Ну спасибо вам огромное, что набрался косарь, косарь! Понимаю, что для вас нажать на красненькую кнопочку подписаться ничего не стоит. Да, скоро я создам настоящую почту там, где вы сможете присылать мне карьеры с письмами, рисунки. Да, и я реально создала, и мне реально присылали, и у меня на канале было очень много обзоров на ваши посылочки с распечатками, с подарками. Хотите, чтобы я сделала сейчас так, ребят? Если да, то пишите ниже в комментариях. Да, для меня посидение это очень дорого, и у меня есть огромный ящик с вашими подарками, с фон-встречи, с обычных встреч, где я виделась с подписчицами и с подписчиками, которые выигрывали у меня в конкурсах в Инстаграме. Ник, вы сейчас видите на своих экранах, ребят, подпишитесь, не пожалеете, там ну просто до хера конкурсов. Да, нашлась в школе у меня одна девочка, которая мне подарила рисунок просто так, не для конкурса, а просто так. Представляете, я так радовалась, что мне рисуют рисунки просто так, а не когда я сказала, поучаствуйте в конкурсе на конфеты и нарисуйте меня. Для меня это действительно было что-то невероятное, когда нарисовали меня, это прям, ну, я чуть ли не плакала от счастья. Да чё я вам вру, я реально плакала. Я такая стою, раздевала, ты, ну, такая... Карида! Я такая, что, ну, такая... Карида! Я такая, что? Карида! Я такая, в смысле? Она такая, я тебе по ютубу смотрю, Карида, я, блин, этот рисунок всегда в портфеле пишу, на-на-на. Сейчас покажу, покажу. Вот такой рисунок, я его прям, прям, прям охраню, капец как охраню. Вы не подумали, что как бы в этом моменте было немного стёба? Типа вот это приближение, вот как я кашлянула вначале, типа не очень. Но клянусь, ребят, это далеко не так. Я реально была безумно рада каждому подарку и радуюсь до сих пор. И совсем скоро скажу вам по секрету, у меня будет фан-встреча. А где, пока не скажу. Тут, короче, я благодарю вас и говорю спасибо огромное ещё на протяжении нескольких минут. Ну и последний видос, который мы с вами посмотрим, называется «Больной хом-влог. Я победитель по жизни», то есть я заболела и снимала о том, как я болею. Давайте посмотрим. Привет, меня Курин. Я Карина, я Карина, это моё имя. И я заболела. Конечно, так и не скажешь, что я заболела, но у меня просто очень безумно болит горло. Я даже вот сейчас разговариваю, у меня очень-очень горло болит, потому что у меня там... Я выключила звук в моменте, где я сказала, что у меня болит горло, и у меня там херня какая-то. Да, я любила ругаться ещё с этого возраста. Мне понравилось начало этого ролика, типа, всем привет, я Карина, и я заболела. Это очень круто, так тезисно, типа, все поняли? Я брызгаю себе в горло, рассасываю таблетки, и почему-то самочувствую, у меня тоже творится какая-то... Опять сказала, хрень. Посмотрите на мои брови, они типа, ну что это? Как я из таких бровей через некоторое время смогла сделать нормальные, я не понимаю. Конечно, наша хорошая Кариночка, она как всегда нажрётся мороженок, нажрётся всякой... Ой, хорошо, что хоть мороженок и всякой фигни, а не как... ладно, молчу. И давай, конечно же, надо заболеть перед днём рождения моих двух подруг, и перед кафешкой выпускной пятого класса. Ой, кафешка выпускной пятый класс, капец. Чувствую я себя тоже как-то так себешно, мне не очень нравится. На этом мы уже поняли, раз ты болеешь, ты не можешь себя чувствовать прекрасно, Карин. Своё самочувствие на горло просто безумно болит. Чем вы думаете, я просто зря видео начала снимать? Нет. Думаете, я вам буду в этом видео показывать, как я болею с накрывать и разговаривать с ними? Я не снимаю такую чушь, вы запомните это. Вообще-то снимаю. Я сейчас буду ходить по всей квартире и выйду с вами на улицу. Покажу вам наш дом, наш сад. Всё, покажу вам. Так, ну я, как обычно, дурачусь. Все думали, что у меня реально проблемы какие-то с психикой или не знаю с чем, но я всегда была таким шизунутым ребёнком. Любила ржать, кривляться и корчить всякие рожицы. Так что, привыкайте. Да, опять рожицы. Всем привет, меня зовут Карина Смайл. И сегодня из тебя прогноз погоды до завтрашнего дня. Завтра погода солнечная, красивая и очень-очень хорошая и дождливая. Чё за бред? Ну тут я реально деградировала и не понимала вообще, чё мне дальше говорить и о чём снимать. Всем привет, я Карина и я вам расскажу о погоде на сегодняшний и на завтрашний день. Чё за бред? Вот я уже покушала, я забыла вам об этом сказать, потому что я лох и у меня петухи. В общем, всё тут с этой прекрасной историей понятно. Всё понятно с Кариной Аракелян, которая существовала и существует по сей день, только уже очень изменилась. Кстати, капец, как у меня выросли волосы, это уже нифига не каре так-то. Офигеть, я вообще волосы не стригу. Так, начинается. Как и в тех видосах, уберу пример с прошлой Кариной Аракелян, которая может разговаривать на абсолютно разные темы, но назвать ролик совершенно по-другому. В общем, я очень надеюсь, что вы поржали вместе со мной. Опять же, поздравляю вас с наступившим Новым Годом. По ссылке ниже в описании вы можете посмотреть каждый этот ролик, как я болела, как я занималась своими делами, какое у меня настроение было, всякие вот эти вот штучки-дрючки. И напоминаю, что если мы наберём под этим роликом 57 тысяч лайков, я выпускаю ещё один ролик, где смотрю старые видосы, поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы смотреть мои ролики первыми и не пропускать премьеры. Спасибо вам большое, что досмотрели это видео до самого конца. Если вы его до сих пор смотрите, то отправляйте слово «кошка» мне в директ в Инстаграме, и рандомным подписчикам я буду отправлять деньги. Ну и, соответственно, подписывайтесь тоже на меня в Инстаграме. Это были мои старые видосы, их ещё очень много. Тут чисто без комментариев, потому что это угар и кринж, я предупреждала. Спасибо вам большое, ну и пока-пока!